Вопреки расхожему мнению, Чукотка не является краем вечной зимы. Бывает здесь и своя весна и свое лето. Правда, есть у этих сезонов своя специфика. Вот про весну в Анадыре мы и поговорим. Март – начало календарной весны, но теплее становится только на бумаге. Первая половина марта богата на снег, пургу и крепкий мороз, который лишь на пару градусов слабее февральского. Лишь в середине месяца местные жители все чаще начинают выбираться за пределы города на зимнюю рыбалку. В середине и конце марта пурга уже достаточно редкое явление и долго не длится, поэтому именно с середины марта мы приглашаем первых гостей Чукотки на зимнюю рыбалку. Апрель по достоинству можно считать королем зимней рыбалки. Пурга в это время уже не беспокоит, мороз небольшой, а лед по всем водоемам в окрестностях Анадыре очень и очень крепкий. Средняя температура апреля где-то минус 12 градусов по Цельсию, а это значит, что ночные морозы вполне могут сменяться плюсовой температурой днем. Отличное время для зимнего отдыха на Чукотке. Первую половину мая зачастую зимняя рыбалка продолжается в полную силу. Если на берегах снег уже постепенно сходит, то лед и толстый трамбованный снежный покров на водоемах позволяет не только держать достаточную толщину льда, но и избегать появления луж. Поэтому в мае вполне можно встретить плюсовую температуру, сидя у пробуренной в двухметровой толще льда лунки. Более того, бывает и достаточно жарко. Средняя температура мая минус полтора градуса. Именно в мае начинает цвести тундра. Устанавливается плюсовая температура и с улиц Анадыря пропадает снег. И тут, наверное, стоило бы закончить. Вот только как можно из Анадырской весны вычеркнуть июнь? Тем более, что именно в районе 10 июня скрывается лед на Анадырском лимане и регион постепенно становится доступен для судоходства. Такая вот чукотская весна. Зная специфику региона, мы приглашаем туристов начиная с середины марта и на некоторые активности до середины мая. Постепенно исчезают зимники, тающий снег превращает многие направления в самое настоящее болото. А для судоходства река еще закрыта. Поэтому, планируя путешествие на Чукотку, учитывайте это. С середины мая и до середины июня выбраться за пределы Анадыря не так уж просто. А потом начинаются комары. Но это уже совсем другая история.